Привет, Петербург! Значит, 19 марта в 21.00 у меня будет сольный концерт в «Гнезде глухаря». Вот здесь где-то, снизу, в описании, значит, переходи по ссылке. И этот выпуск мы снимали в Москве, в стендап-клубе номер один. Есть легкий брак по звуку, но это не так страшно. Выпуск ровный, со своими разъебами. Приятного просмотра! Привет, ребята! Привет! Привет! А вот мы снимаем очередной выпуск «Молодой в Петербурге, я в Москве» с москвичами. Вот мы с москвичи, поаплодируйте. Это выпуск с стендап-клуба номер один. Если вы первый раз на канале, то меня зовут Медаль. Это невероятное шоу-обу-шоу, невероятное семейное шоу. Надеюсь, вы всей семьей сидите и смотрите. В чем суть шоу? Очень простой. Я даю людям микрофон, они расскажут свои истории, я их разгоняю. Вы в комментариях пишите, это хуйня, нет, это было круто. Как можно больше комментариев, нам это поможет в продвижении того, что мы делаем. Если вы хотите нас поддержать, ссылка в описании. Давайте поаплодируем всем, кто нас поддерживает. Все, что? Давайте начнем. Давайте поаплодируем вот ребятам с Краснодара. Сразу поаплодируем, которые были здесь. Так, вы приехали специально на буш-шоу? Да. Да? Да. Вы официально в рубашке прям? Я в такой одежде всегда ходил. Всегда ходишь в такой одежде. Чем занимаешься, значит, если такая одежда у тебя? Руководитель агентства недвижимости. О, такая пиздатая профессия у тебя. Люди даже не сразу ходили. Ты сам угораешь, да, на своей работе? Нет, почему не угораю? И что ты делаешь? Руковожу риэлторами, чтобы они работали. О чем жилье в Краснодаре? Ну, чуть-чуть дешевле, чем в Москве. Чуть-чуть. Чуть-чуть? А сколько чуть-чуть? Процентов на 30-40. 40 это вообще чуть-чуть, да? Ну, поцель с другими городами, да. Ты в Москву приехал специально на буш-шоу или что? Да, мы встретили вот другом шоу и говорил, ты же говорил, что приезжайте в Москву, и мы думали, что бы нет, приехали. И, бать, это работает? Я вас пригласил, вы приехали? Да. Если в следующий раз в другом месте, в другом месте. Ну, мы приедем в Петербург, кстати. Приедем в Петербург. Я уже боюсь, что вы у меня дом будете в следующий раз, когда я приду, с арбузами. Это твой друг? Да. Мы со школы, одноклассник. Со школы, не можете перестать общаться, да? Вообще никак. Понимаете, что необязательно всю жизнь дружить, знаете, что можно с другими людьми начать общаться. А есть история какая-то вашей дружбы? Детство дружбы, с 8 класса. С 8 класса, какая пиздатая история. Офигенно. Что-то было, как вы отдыхали там, в Краснодаре, в 8 классе? А мы не в Краснодаре, в Станице были. В Станице? В Станице, да. Это как будто мы уже где-то в 19 веке. Ну, это Краснодарский край, Станица. Станица, это что такое? Краснодарский край, Станица, Брюховецка. Бля, квас принесите, пожалуйста. Типа деревня. Типа деревня. Ну, а кто в деревне вырос? Есть кто-нибудь в деревне вырос? Ты мог бы не хлопать, брат. По мне видно. Видно, по арбузу видно, когда вы принесли. И жизнь в деревне, давай, рассказывай. Там же весело было. Что вы делали там? Пили. Пили, да. Пили, ходили на дискотеку ходили. На дискотеку? Да. Это там, где магнитофон один стоит, и все вдоль стены стоят. Да, он магнитофон дисковый. Дисковый? Да. Это пизда, ты у вас микрофон какой-то. Крутой был, Сони. А отношения у вас есть? Мы не встречаемся. Женщина у вас? Я его убросил. Вы его бросили? Нет, но есть женщина в Краснодаре. Где она? В Краснодаре? Дома, да. Почему ты взял мужика? Но она не любит стендап, к сожалению. Она не любит? Думаю, ее бросит. Я на тебя не поехала. Нет такого? Нет, ну такого. А если такое есть, то я ее брошу. Надеюсь, ты смотришь эту передачу сейчас. И сейчас я вижу, как вы смотрят. Да я пошутил, я просто пошутил. Но она с котом сидит. Она с котом сидит. Да, ну просто надо было кота кому-то оставить. Это повод, блядь, не ехать с тобой был, нет? Блядь, а вы давно встречаетесь, как флиртует в Краснодаре? Флиртует? В Станице. Ты пришел, подалил ей петуха, блядь? Да нет, не так. А как? Ну просто пригласил к вам пройтись прогуляться. Пройтись? Да, там делать некуда, да? Пойдем, ручей посмотрим. Нет, в Краснодаре-то есть куда? Там парк, допустим, Галецкого. Да, я с тобой говорю, как будто, блядь, сейчас он и что хочу сорвать? Огород есть у вас? Нет, нет, мы в Краснодаре-то уже нет огорода. Потому что мы из Станицы переехали в Краснодаре. Там уже с огорода. А в части был огород? Да, да, да. Ебался с огородом? Пиздец. Ну давай историю с огорода. С огорода? Есть историю с огорода? Конечно, там картошку посадить ее надо, полоть, это целая история. Там ее, я в 13 лет понял, что картошку лучше купить, не ебаться с ней. Только родители так не думали. Нет, они так не думали, они думали, что лучше ее садить, да, так дешевле. Блин, а вот в город приезжаешь, тебе комфортно в большом городе? Нет. Мы сегодня, кстати, гуляли в ЦЭТах, в Кремль ездили. Чуть больше, чем в Краснодаре. Плюс-минус. Плюс-минус, на 40%. Ты реально ходишь такой, да, хуйня, чуть больше, бля. В бум зашел до цен, это почти такие же, как у нас, бля. Не, на продукты, кстати, да, а есть вещи, которые, да, дороже, чем в Краснодаре, конечно. Так какие вещи, все вещи дороже, бля, чем в Краснодаре, нет? Не, ну еда плюс-минус так же стоит. Еда плюс-минус, бля, Краснодар как будто не такой... А приезжай в Краснодар. Поехали. Поехали. Вызывай так что-то. Бля, конец шоу, я просто уезжаю в Краснодар, бля. Следующий выпуск Краснодара, страница, бля, я бумажки распашенку, бля, у меня картофель, бля, пакет за спиной. Спасибо тебе большое, что приехали. Давайте поаплодируем ребятам, поаплодируем, спасибо вам. А вот пример, как будем общаться, дайте еще поаплодируем. Так. Чайкс, очень, джонгер, давайте. Раз, раз, привет. Как вас зовут? Я тут Тимур. Тимур, Тимур, поаплодируем, Тимур. Так, Тимур, вы из Москвы? Ну, я как бы, нормально слышно, да? Я из Питера сюда приехал. Ты в курсе, что мы завтра в Петербурге снимаем? Нет, нет, я давно приехал, пару лет назад сюда. А, ты домой приехал? Нет, типа я там жил, приехал сюда. Только я из Питера, можно сказать. Ты давай-ка на чистоту, бля, ты че меня путаешь? Ты откуда? Из Питера, Парк Победы. Из Парк Победы? Красиво. И приехал сюда? Да, приехал сюда, тут жил, работал. Сейчас не работаю, ищу работу. В Станицу не хочешь сеебать, нет? Я там тоже, нет, я там был уже в Краснодаре. Ты там был уже? В Краснодаре был, я типа, ну, не думал уже, что... Подумай, дважды, бля, тебя не смотрят. Нет, мне кажется, Краснодар гораздо меньше, чем Москва, по крайней мере, мне так казалось. Так, ты безработный, чем хочешь заниматься? Есть у кого-нибудь работа? Я еще не сказал, чем я занимался. Я имел в виду предложить. Да, да. Или вы так выебываетесь перед ним? Вы такие, ааа, ты безработный лох, бля. Из самого интересного, то, чем я занимался, это в Петербурге Эрмитаж Хабьерову и на Химинское училище. Что? Искал работу и нашел у знакомых, реставратором, и Эрмитаж Хабьерову, фасад. Ты, бля, чел безработный пришел, и что ты делаешь? Да, да, прийтили знакомых, нашел, да, вот эти лепнину на фасаде и на Химинское училище. Там, бля, в Петербурге сейчас так делают, да? Чел просто лепнину можешь делать, не можешь. И потом вот эти лица львов, бля, непонятные. Ну, это было прикольно, да, то есть дали без опыта работы, без ничего. Там на месте научили месить. На месте научили, кто тебя научил там? Серьезно, прораб там был, который научил. Узбек какой-нибудь? Нет, русский, художник. Там художники все делали, да. Это было очень круто, и вот там была прикольная история, как раз. Давай, история. Типа на крыше Эрмитажа везде стоят камеры, мы этого не знали, и как-то, ну, там, в конце смены поднялись туда, попить вина, вот, приехали снимать прям, короче, военные, там, типа, нельзя находиться. Вы, блядь, на Эрмитаж залезли и пили винич? Мы были на фасаде, да, да, ну, и в конце смены, типа, днюху отмечали у друга, поднялись на самую крышу. Ты вообще сейчас Петербург в хуевом свете выставляешь? Почему? Да нет, наоборот же. Такие шашлыки, блядь, взяли на крыше, да? Да нет, да бутылку вина просто. Игорь, блядь, с днём рождения, все нормально. Да, просто бутылку вина взять, нормально жать, типа, на листах посидеть. По-моему, круто было. Девушка с тобой приехала? Нет, она москвичка местная, вот как раз. Третий год мы встречаемся уже. Третий год встречаетесь? Да. Вы живете в разных городах? Нет, я уже тут живу, перенехал сюда, вот я же говорю, я работаю еще. Ага. Вот, три года еще работаю. Она довольна, да, что ты такой успешный? Да. Она работает где? Нет. Тоже не работает? Нет, мы не работаем. Она же москвичка, а? Она москвичка. Как вы живете? Вы безработные? Да нет, я безработные недавно, буквально там сколько, полгода верно, максимум. Да, недавно вообще. Накопление какие-то были там, что-то еще. И как вы, чем вы занимаетесь, вы безработные? Я вообще не маркетингом занимаюсь, надо этим заказом приходят по рекламе, или как художник что-нибудь там листую, ну вот. Ну вот, тоже в сфере IT, но не такой айтишник, который совсем там доходит. Ты айтишник? Который больше мышкой. Да нет, я же говорю, реклама, маркетинг. Бля, ты на один вопрос что-то для меня отвечаешь. Не-не-не, я не айтишник, я айтишник, но не айтишник. Ну слушай, сейчас любой, кто занимается с компьютером, он как бы айтишник, правильно же, получается, чуть-чуть. То есть даже там сводишь к ним в видосик какой-нибудь, уже айтишник чуть-чуть. Надо разбираться, надо шарить за всем этим. А как вы начали встречаться три года назад? Короче, это знакомая моей бывшей девушке. Ах ты, пидор. И такой, ну все, мы расстались, и твоя подруга следующая. И что, ты до сих пор общаешься с этой девушкой? Нет? Нет, конечно нет. Она нас не любит. Интересно, почему? Да, да, так что в том. Фу, блин, как это? Я не был с ней знаком, просто я знал, что у нее есть знакомая, и в какой-то момент я начал с ней общаться, просто переписываться. И в этот же день понял, что это все супер, обожаю. И я говорю, давай увидимся. Она приезжает, и я так, ага, это точно то, как я и думал. Она точно такая. Давай вместе будем без работы. И с этого дня мы почти каждый день вместе. Почти каждый день? Да. А какие дни вместе? Ну, когда я там уезжал куда-нибудь, там, бабушки ездил на лето в прошлом году. Физдатная история для вас немножко. То есть это как три года каждый день, 23 часа на 7 почти. Ну, опять же, там, кроме тех моментов, когда там выходишь куда-нибудь в магазин. В магазин там пошел. Вот, а так, типа, это такой, как даже эксперимент, наверное. Ты вообще такой, ты чисто в магазин и прощаешься с ней навсегда, да? А он когда уходит, ты вообще, не знаю, вернется он или нет. Ну, да, я вчера вышел в магазин на пару минут, а мне не было часа. Она начала писать. Что ты делал? Я долго выбирал соус томатный. Томатный соус? Да, томатный соус. Он был краснодарский. Мы сейчас про кетчуп выбираем? А? Кетчуп, ты говоришь? Ну, да, типа, краснодарский соус бывает, там, такой-сякой. Да, он пытается вас везде включить. Я краснодарский сделал просто вчера, вот, типа, он вкуснее. Ты попробовал в магазин сразу? Нет, я звонил маме, там, получше, спрашивал, что вкуснее. Маме звонил, тебе супер? 94 года. 94 года маме звонишь, что по соусам? Да, да, совещаете, конечно. Потому что хотел приготовить что-то необычное. Совещание из Дикси. Алло, мам, ты можешь? Пятерочки. Ты можешь говорить очень важный вопрос, соус какой взять? Да, да, да. Найди работу, долбреп. Я сейчас с тебя проявлю. Ну, да, да. С работой все понятно. Я архитектор. Да, так все и было, да. Так и было, реально, вот, прям. Целый час она говорила про работу, я проснулся. Супер. Солос классный. Супер. Мама сейчас по-другому думает, блядь, супер. Ну, надеюсь, я порадую ее, скоро, устроить куда-нибудь. А кем хочешь быть? Да, так же хочу в сфере маркетинга чем-нибудь найти. Просто такое требование, я боюсь ковиду там и так далее, в том году вот я болел, и хочу такую удаленную работу, которая максимально не обоименена разными сложностями. То есть у меня очень большой список требований к работе. А у тебя, блядь, список требований? Да, да. Ну, там условно, чтобы отчеты не писать. Ты приходишь на собеседование, вы мне не подходите. Ну, да. Ты приходишь, у меня к вам вопросы. Вы коммуникабельны или нет? Да, да. Чтобы компания была немолодая там и так далее. Молодая компания? Немолодая, наоборот. Потому что я много лет работал со стартапами, со всеми вот этими вот молодыми айтишниками и так далее. И хочу очень другое. Хочу, чтобы компания была уверенная, взрослая. У кого-то есть работа для него? Уверенная, взрослая компания у кого-то есть? А молодая? Молодых много, да. Ты хочешь его себе на ферму забрать или что? Что у тебя за работа? Типлицы продаем. В интернете. Это можно из дома делать? Из дома, да. Я из дома работаю. Ну, да, да. Не хочешь, что теплицы мне заняться? Да, супер прикольно. Я разбираюсь немножко. Да ты, блядь, во всем разбираешься. Ты соус сейчас нахуй выбирал, блядь. Ну, готово выберу правительство. В теплице разбираешься. У меня у бати два ферма просто. Блядь, ты вообще на ходу пить. Да у меня теплица. Да я серьезно? Я в теплице живу. Да серьезно? Ты на ходу пить, по-моему, блядь. У меня теплица. Разбираешься в теплицах? Конечно, да. Я выращивал картофель. Я понимаю, примерно, да. Да, да. Нет, размера не знаю. Просто у бати два. А толщина металла, а цинковка или черная? О, ты все, пошел в ее воду. Ты такой, наконец-то я на коне. Нет, а цинкованный, конечно, давайте с цинковкой. Да нет, у бати фермы бывало, он выращивал там в свое время. Выращивал? Что выращивал? Тебя выращивал? Картофель выращивал. Картофель. И я все-таки видел, поэтому как-то примерно так. не разбирается. А девушка чем хочет заниматься? Дай я тебе девушке. Вас как зовут? Настя. Настя, давайте Насте поаплодируем. Настя. Вы отсюда, честно, выглядите как брат с сестрой. Вы вообще очень похожи. Я тоже с этим говорю. Так, вы чем? Мы точно дальние родственные. У нее дальние родственные. И не близкие. Ты что-то нервничаешь, по-моему, нет? Да, я просто нервничаю. Как вы? Расскажи ваше знакомство. Да мы в интернете были знакомы. В интернете. А ты знакома была с его девушкой вообще? Да. И ты знала, что ты общаешься с ее бывшим? Мы же не сразу там общаться. То есть мы общались просто как в друзья сначала. Так. И в какой момент она вас спалила? В смысле спалила? Мы нормально прятались, блядь. Мы никогда не прятались. Да, ты на такой момент переходный сложный был. Какой? Ну, когда я с Абмией встречался, а потом... Да, ты все, блядь, палишь точно. Давай-ка. Ты была любовницей? Да нет. Он тоже сказал. Никто не скрывался. Да. Всех все устраивало. Кто вы, блядь, такие? Я не понимаю. Что это за люди, блядь? Костя, мы точно не в Петербурге? Вы, типа, ты встречался с другой девушкой, она была, все были в курсе, все нормально. В теплице ебались, я правильно понимаю? Ладно, я желаю вам удачи. Давайте поаплодируем. Удачи вам, удачи. А зачем? Давай сразу. Слушай, он говорит красным, он садится, микрофон. Господин диджей. Красным, он садится. Да, поменяю. Давайте поаплодируем сейчас. Да? А, тебя надалеко идти? Давай тогда я пока поговорю, сходи за Батарикой тогда, да? Давай, все. Давайте вот здесь люди, вы. Сейчас тоже какая-то странная хуйня будет. Вас как зовут? Александр. Давайте Александру поаплодируем. Александр, молодо выглядите, вам сколько лет? 29. 29? Да. Вообще, блядь, ты посмотри, тебе 29? Да. Я 33 буду. Ты как так сохранился? Ты не дышишь? Я... Генетика хорошая. Я считаю странная хуйня какая-то. Нет. Очень молодо выглядит. Смотри, вы видите? Я немного пью. Это ты сейчас меня оскорбляешь или что? Нет. А он вообще забалдыга по-твоему? Нет, он чуть старше меня выглядит. Чуть старше? Да. Ты выглядишь, как его ребенок, блядь, честно. Чем занимаешься? Радиоинженер. Радиоинженер. Давайте поаплодируем радиоинженер. Блядь, я не могу, тебе 29 лет, пиздец. Ты до сих пор... Я до сих пор меня просит паспорт, когда покупаю алкоголь. А гандоны покупаешь? Нет. Поэтому ты не стареешь? Как вариант. А ты с кем-то пришел? Друг и коллега. Друг и коллега. Радиотехники, да? Что вы там делаете? Что вы делаете? Разрабатываем электронные схемы. Радио разрабатываете? Оборонным предприятием работаем. Ебать. Дети нас охраняют, я правильно понимаю? Ну, а что? И что, оборона у нас нормальная? Конечно. Какая оборона? Что за оборона ты отвечаешь? За какую? Блядь, ты отвечаешь... Противовоздушная оборона. Ты отвечаешь за оборону, тебе стало спокойнее сейчас. Ты представляешь военный, как он такой... Я сейчас что-то сделаю здесь. Какая оборона? В смысле, противовоздушная. История есть? Земля в воздух. Земля в воздух? Конечно. Есть история с работой? История? Ну, скорее, когда что-то налаживаешь и что-то трещит, а потом плохой запах, это... Вот такая история нехорошая получается тогда, наверное. Ты сейчас как мой ребенок разговариваешь. Трещит, запах плохой. История пропердеж? Как самому это время проводишь? Велосипед, бассейн. Черный плащ? Не скажу. Я вижу, можешь не говорить. Девушка? Нет. Ищешь девушку? Нет. Почему? Почему? Это философский вопрос какой-то, да, я считаю. Да, очень философский. Почему? Трещит? Работа важнее сейчас. Работа важнее. Оборона, пиздец. Ну, потом будет чем обеспечивать девушку. Когда? Попозже. Попозже, да, не сейчас. А была девушка? Нет. Вообще никогда? Вообще, абсолютно, да. Ты девственник? Да. Так. Вы все... И что это за аплодисменты, бля? Вы такие, молодец, бля! Теперь как-то неловко, да, вам? А ты, дружище? Тебе нельзя станет. Ты сейчас немного круче, чем он, да? Ты сейчас такой... А как ты так? Если ты свободная девушка, никто не хочет показать другой мир человеку? Помимо обороны. А почему так получилось? Как так получилось? 29 лет. Ни разу не хотелось взять кого-то и... Проучить. Я не знаю, как это работает, да. Ты не знаешь, как это работает? Надо быстро показать. А ты не видел передачи? Целый канал есть. Порнохаб там показывает, как работает. Костя. Что делать будем все? Ты, блядь, меня поставил в ступор. Тебе 29 лет, и как ты... Когда планируешь перебаться начать? Ну вот насколько я сейчас молодо выгляжу, я думаю, надо тут пропорционально увеличить. Вот. Еще 29 лет? Нет, я думаю, я буду тогда выглядеть так же, как ты сейчас. Через 29 лет? Спасибо. То есть тогда. Бля, мне кажется, ты когда кончишь, ты вообще постареешь сразу, действительно. Ты как в фильме «Мумия», блядь. Ты сохранился, блядь, потому что в тебе вся сперма еще. Да, как ты стресс снимаешь? Ну... Как все? Нет. Не надо. Не надо к нам в карман лезть. Ну как ты... Ну... Так, можем поменять, да? Тут история пиздец на миллион. Он девственник какие-то. А еще девственник есть? Грязные ублюдки. Тебе какая история у тебя не придумает? Костя, он смотрит? Ребята, ты есть что? Расслабься. Все нормально. Все в порядке. Мы... Давайте поаплодируем еще. Давайте поаплодируем. Плата, а как вы время свободно проводите с другом? Как вы время проводите? Текер. Сутеж? Балдеж? Балдеж, я думаю. Ты убираешься звук балдеж. Карточные игры. Карточные игры. Своем играете? Карточные игры это какие? Уна? Бура. Будь здоров. Это что-то игра. Ух, как будто про еблю рассказываешь. Ух, там у меня так. Каждый должен сначала выкладывать несколько карт одномастных, а кто ходит следующим, должен покрыть их либо козырями, либо в большинстве. Ты все дальше от секса, я все понимаю. Мы же не раздевание в карты играем. Было бы странно, если бы мы в твоем играли на раздевание. Ладно, какие-то планы на будущее есть? Ты можешь записать на телефон, когда первый раз сексом займешься, чтобы мне позвонить просто? Типа, потом сможешь рассказывать, что Мумия позвонила? Хочу, чтобы ты позвонил и сказал, бля, это не так пиздат, как я думал. Сигу запуришь. Сигарет пробовал? Да. А еблю нет. Ебать так, конечно. Ты яд пробовал? А секс? А наркотики пробовал? А я не в затяг пробовал сигарет. Бля, ты реально, где ты живешь? Ты живешь в Москве? Ты из Москвы? Да. Такие люди существуют еще. Ничего себе. Не в затяг пробовал сигарет? Ну да. Ты вот этот человек, который вот так пуляет, вот сюда и вот так. Так? О, ты даже не знаешь, что ты знаешь? Нет, я один раз попробовал и вот мне даже такой жест не понравился. А порнуху смотришь? Да. И не было никогда желания попробовать? Что там делают? Я сомневаюсь, что так делают по-настоящему, как делают. Там какие-то, блин... Не сомневаюсь. На. Эти фильмы для этого и созданы. Надо повторить, блядь, мои такие, что делать. Ты думаешь, как ты думаешь, что делают? Как на РЕН-ТВ? Сейчас ночью. С рептилоидами? Есть мечта какая-то самая большая у тебя? Большая мечта какая-то? Большая мечта? Нет. Маленькая? Малюченькая. Сиську потрогать. Ну это можно в список записать, я считаю. Сиська есть? Кто-нибудь? Сиську на 5 минут. Мечта такая простая. Сиську потрогать. Мы можем исполнить мечту человека сейчас, нет? У тебя тоже есть. У меня есть. У тебя тоже есть. А он такой, мою он уже трогал, блядь, да? Блядь, мы обязательно надеемся, не переживай. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Ни в коем случае не обижайся. Был в выпуске тоже человек, помнишь, который говорил, что девственник? У вас двое девственников. Вы молодцы. Блядь, это правильно. Ты поэтому не стареешь. Ты уже заебался, да? Давайте дальше. Вот человек тоже видно поебанный. Меня зовут Антон. Антон. Антон, ты ебался, надеюсь? Было дело. Ну, расскажи. Ну, неплохо. Понравится. Всем. Всем понравится. Он бухлеты готов раздавать. Чем занимаешься, Антон? Из Москвы? Я из Минска. О, из Минска. Чай, поблагодарим. Абсолютно случайно здесь оказался. Я имею в виду в этом зале. Работаю адвокатом. Хорошо. Адвокат. Ты адвокат в Минске? И в Москве, и был в Минске. В Минске у вас требованы вообще адвокаты профессии? Конечно, очень. Была, но после событий 2020 года... Там уже не особо, да? Ну, да. Многих адвокатов лишили статуса. А ты сюда переехал? Да, после того, как лишили, я приехал в Москву, получил статус адвоката и работаю в Москве. Девушка твоя? Тоже с Минска. Вы вдвоем лишили статус у вас? И вы с вами? Нет. Статус у меня только лишили. А она почему уехала-то? Ну, она пока в гости приехала. Потом поедет назад. Ты намекнул, да, что ей пора собираться? Она ненадолго. Если что, я один здесь. А ты сказал, случайно здесь оказалось. Что значит случайно? Ты не знал, куда шел? Нет, ну, мы не планировали сюда приходить. Спасибо. Но увидели тебя в интернете и посмотрели на ютубе и подумали, да, это будет классно. Спасибо большое. Спасибо. А как после Минска здесь, в Москве? Ну, в принципе... Ну, Москва большой город. И при Собянине, конечно, она стала очень классной. Потому что, ну, раньше это была такая деревня, а сейчас прямо... После Минска за Шуганой до сих пор, да, боишься? Да, нет, нет, все нормально. Надо хвалить власть, да, всегда? Нет, ну, Москва действительно классная, потому что есть с чем сравнить. Да, Гуф уже песню написал про это. Давай, давай. Просто Мерзалезаде там прошутил по поводу русских, и сейчас он уже 14 лет невъездной в Россию. Поэтому Москва очень классная. Люблю Москву. Да. Как здесь свободное время говорить в Москве? Что вам больше всего нравится в Москве? Ну, в Москве свободного времени, на самом деле, достаточно мало, потому что очень много времени уходит на передвижение, на логистику, плюс работа, ну, и свободное время – это то. Какая пиздата история. Ты рассказал про транспорт, да? Ты постоянно в свободное время в транспорте ездишь? А, кстати, да. Ну, хорошая есть история, потому что я занимаюсь бегом, бегаю много дистанций разных, в том числе и марафоны. И где-то раз в месяц я езжу по всем странам мира и бегаю. По всем странам мира? Ну, по многим. Вот в прошлом месяце я был на Шри-Ланке, бегал. В следующем месяце поеду в Афины. Ты из Минска убежал, а вообще остановиться не можешь? Ну, почти, да. Ты решил вообще в весь мир обижать? Ну, я много где уже бегал, на самом деле, и в Москве бегал. Кто бегом занимается так же? Нет, спроси, сколько мне лет лучше. Нет. Сколько? Ну, как ты думаешь? Ну, раз ты, блядь, это викторина внезапная. Да. Давайте вместе думать. Если ему 29. Тебе, значит, дохуя. Ну, ты нормально выглядишь вроде, да? Ну, да. Тебе 50? Нет, чуть меньше. 49? Нет, 43. А он бегает. И бегаешь... Бля, кто любит бегать прям? Вот по прямой бегать просто. Ты? Наш человек. Я не могу представить, что ты бегаешь? От полиции. От полиции ты бегаешь? Успокойся. Расскажи историю про бег. Ну, историю про бег. Ну, в Шри-Ланку ты приехал, там и жара. Блин, да. Там, на самом деле, на Шри-Ланке очень душно, очень повышенная влажность, 95%, 31 градус. Я как будто бы не вновь. Ну, ты представь, потому что на Шри-Ланке бегать можно только по пляжу, там вдоль океана, чтобы хоть какая-то была прохлада. Хоть твою вот, знаешь. С кокосом я бежал так. Нет. А там можно бегать только вдоль пляжа, океан. Да, это классно. Кстати, рекомендую. Мирзали ЗД, кстати, на Бали ездил недавно. Да, я с ним разговаривал недавно. Я знаю, где он, все в порядке. Мы поддерживаем его связи. Ну, сейчас-то он не в России. Ну, а я здесь. А ты вообще вместо него приехал, что ли? Он из Минска, он приехал, он уехал, ты приехал. Нет, может быть, получится, буду с ним вместе работать. А что будешь делать? Защищать его. Ты проебался уже. С девушкой у вас давно отношения? Мы знакомы более двух лет. И вы встречаетесь в Ситорию? Я что? Да. Ну, мы встречаемся нечасто. Вам сопли. Сегодня 30 исполнили. Сегодня 30. И как вы? Вам 30, вам 43. Ну, очень неплохо. Я у нее спрашиваю. Пока ничего особенного не заметила. Ничего особенного не заметила? Спасибо. Разные отзывы. Я буду стараться. Где? Чтобы заметила. Ты сейчас вообще не понимаешь, о чем мы говорим, да? Ну, наверное, кино какой-то обсуждает. Так вы встречаетесь? Ну, сейчас да. А потом она уедет, да? Вполне возможно, да. Но не хочется остаться пока. Не хочется оставаться? Да, я каиду. Как вас зовут? Лолита. Лолита. Давайте поаплодируем Лолите. Лолита, вы чем занимаетесь? Я работаю руководителем службы приема гостей. В гостинице? В казино. В казино. Ебать, вы в казино работаете? Да. Да, так странно, да? В Минске, и там у них казино. Они такие, там, все так строго, у вас в казино. И что там, как в казино? Да все, как обычно. Проигрывают, выигрывают. Есть история какая-то с казино? У-у-у. Скажешь тебе, рассказывай, пожалуйста. Или потом тебя тоже выгонят из страны? Да, наверное, не выгонят. Но очень интересная история. Просто я решила пойти в другое казино, как гость. Точнее мы вместе решили пойти. И придумали, нам посоветовали стратегию, как можно выиграть. Ну, так, к сожалению, совсем не сработало. А что за стратегия? Как наибольский казино? Да, рулетку. И как? И вас спалили? Нет, просто деньги закончились. Охренная история. Там было продолжение. На самом деле, подъехал мы на пол, у меня оставалось только 10 баксов всего, 10 баксов. И он с этих 10 баксов делал 270. И почему? Охренное, что у него микрофон все это время. Да, сделал 270 баксов в десятке. И вовремя остановился. Сказал, ну все, пока хватит. Давай пойдем там, выкнем, закусим, посидим. И вы проебали деньги все равно? Нет, нет, мы очень... Ну, оказалось, просто я не знал, что мой товарищ, он заядлый игрок, он очень часто ходил в казино, поэтому он знает, когда надо остановиться. Ну, а в последующем оказалось, что и не знает, потому что он мне помог мои деньги вернуть, а свои там все оставил в этот вечер. Ты радуешься чужому горе? Есть такое? Нет, но у нас... И драк не здесь? Нет, нет. Друг проебался, я и забрал. Отдай, Лалите, телефон. Лалит, что у вас происходит? Вы встречаетесь? На данный момент, да. Очень уверенно вы встречаетесь. Мы встретимся, сидим, двое. Да. А когда вы уезжаете? Завтра. Вам 30 лет, как ощущения? Так же, как 29. Вы вахуешься, ему 29? Ну, есть такое. Нэль, мне надо что-то с тобой сделать. Подходим в вечер. Вы сексом занимаетесь, Ладьев? Вообще, да. Сейчас нет. Я вижу. Ты такой, это точно не сексом. Лучше это сейчас нет. Когда занимались по Средасскому? Я не помню. Когда занимались по Средасскому? Я не помню. Не помните? Нет. Как это? Не так бывает. Как это? Ты помнишь, когда по Средасскому занимался? Когда? Месяц где-то назад. Люфмилов. Вот. Ты помнишь? Нет? Кто не помнит, когда по Средасскому занимался? А кто помнит? Смотри, даже бегун помнит, а ты забыла. И, может, ты понял, пытаешься сделать это? Я не помню вообще. Как это вы не помните? Ну, так бывает. Давно смысл? Не во сне. Давно? Ну, я же говорю, не помню. Если бы это было давно, я бы сказала, давно. Сегодня в обед ты уже забыла бы это? Да. Неловко просто вспоминать об этом? Есть такое. Грязный секс какой-то? Нет, там немножко дело в другом. Давай, а что там? В чем дело? Что не хочется вспоминать? Нет, можно никуда озвучивать? Нужно? Нет. Я хочу открыть глаза человеку. Что там все как в кино. Давай. А что, почему не хочешь вспоминать? Не хочу, и все. Блядь, так интересно. Возьми салфетку, поплачь. Все в порядке. А это был плохой секс? Да я же говорю, я его не помню. Почему он должен быть плохой? Ты была пьяна? Нет, я не пью. А почему не помнишь? Есть причина? Я же забыть. Зачем пытаться, если я уже не помню? Что, блядь, произошло? Ты можешь ответить на вопрос? Нет. Ну-ка, расскажи в последний секс. Давай, чтобы у нас было что-то. Он зашел в амбар, выбыл. Он зашел в теплицу, блядь. Металл был вот такой толстый. Шумоизоляция. Никто не слышал, как я носил ребенка. Давай. Ну, давай. Нечего рассказать. Фотки есть? Ладно. Удачи тебе. Давайте поаплодируем. Удачи вам дальше. Удачи вам дальше. История всего секса в последнем обучениях. Снял проститутку. Не прикольно? Почему не прикольно? Почему не прикольно? Хочется... Настоящего. Все было. По-настоящему. Все по-настоящему. Там все по-настоящему. Договор. Куплю-продажу. Хочется по-настоящему. Так, давайте дальше. Так, как тебя зовут? Антон. Антон, давайте Антону поаплодируем. Антон. Антон, чем вы там занимаетесь? Хуйни во всякой. Занимаемся и смеемся над бачатой. А чем ты сам занимаешься? Ничем. Поэтому ты там далеко так сидишь? Ну, блядь, я опоздал. А ты давно безработный? Я не безработный, но просто занимаюсь как бы... Хуйней какой-нибудь. Ну, типа того, да. А чем? Что это за хуйня? Блядь, дизайн всего, не дали. Помещение, одежда, блядь, люди и так далее. Дизайн людей? Да, да, да. Совершенно верно. Стой, а мы с тобой знакомы? Да, блядь. Я к тебе подойду после шоу, меня вырежут, нахуй. А, все, я тебя знаю. Ну, я знаю, что ты меня знаешь, блядь. Я тебя знаю тоже, блядь. И ты меня вырежешь, блядь, и Костя меня вырежет тоже. Почему у тебя микрофон оказался? Как так получилось? Блядь, я ебу, что ли? Мне его передали. Я не люблю батчату, блядь. И девственников тоже я не люблю. Это страшно звучит, да? Да. Ты как будто хочешь ему помочь, блядь. Блядь, чувак скачает тиндер, ебки, блядь, ты заебал. Это совет от старшего брата как будто. Конечно, блядь. А ты с кем пришел? С братишкой. Да, понятно, что я тебя не вижу. Я как будто по телефону говорю, братишка. А братишка чем занимается? Чем ты занимаешься? Ничем, тоже как я ничем не занимаюсь. И такой уж он, братишка, ты не в курсе, чем он занимается. Ну, блядь, я знаю, но я не буду говорить, понимаешь? Не понимаю. Барыга-братишка, что ли? Нет, 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 не в этой теме. А в какой? В какой? Ни в какой говорить, блядь. Ну, потом, 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 потом. И потом. А вы, ну, так выпуски нарежем, потом, потом, потом. После выпуска смотрите, как мы стоим в раздевалке. Ты меня вырежешь вообще, меня не будет, блядь, я думаю. Не-не, мы это оставимся. Я буду? Чувак из тиндера, блядь, шалом. Это кому сейчас знак был? Ну, тому, который не поролся еще, блядь. 29 лет. Не поролся? Ну, типа того. Давайте дальше. Давайте еще по дивану пройдемся. Там интересный люсер. Спасибо тебе большое. Давайте поаплодируем. Спасибо тебе большое. Еще кому-нибудь дайте микрофон на диванах. Со мной рядом который человек? Нет. Братишки не надо. Не, не братишки, имеется в виду. Ты не будешь говорить? Чувак, ты будешь говорить? Охрен, там какая-то комната своя атмосфера. Знаете, мы сейчас в школе, и там вот все, которые долбоебут на задней партах. Ну, кто там? Я. Я. Как вас зовут? Рома. Рома, давайте Роме поаплодируем. Рома, вы чем занимаетесь? Рестораны строю. Рестораны строишь. Что за ресторан построил? Когда? Когда? Я построил не один. Ну, последний какой построил? На Триумф-паласе Быстро 8. Вот открылся. Что за ресторан? Как называется? Это не ресторанчик такой, Быстро небольшой. Бестро? Да, на местности. На местности? Да. Районное. Там на картышах кушают? Не на столов? Нет, достаточно симпатично. Просто ориентируется на соседей, так сказать. На соседей ориентируется? Там в халатах все? Почему? Хуй знает. Я тоже не знаю. А с кем ты пришел? С девушкой. Это у вас свидание? Да нет. А кто это? Моя девушка. А, твоя девушка. Понравилась? Ты сейчас что-то предложить хочешь мне? Слушай, там вариантик и нарисовался. Сюжет кино видел там, где один в шкафу сидит и... Давно встречаетесь? 27 дней. Ты планируешь съебать, да, куда-то? 27 дней. Ты засек? Да, сразу. Она прилетела 27 дней назад. Откуда прилетела? Из Иркутска. Ты заказал на Алике ее? Сам лично ездил в Иркутск выбирать. Сам ездил выбирать? Да. А что ты в Иркутске? Ты с Иркутска? Да, сам тоже. Так, и как вы там... Ты ее перевез сюда? Да, 27 дней назад. Ты это каждый раз будешь повторять? Я себе повторяю, но уже туже. Зачем повторяешь себя? Чтобы знать. Как ей? Она в первый раз в Москве? Да, да. Ну и как ей? 27 дней. Что вы делали? Передать ей? Микрофон. По рукам? Ну, передай. Как вас зовут? Настя. Давайте Настю поаплодируем. Настя. Настя, как 27 дней твои проходят? 27 дней как твои проходят? Нормально. Что тебе нравится здесь в Москве? Метро нравится. Метро? А мне под землей что-то нравится? Много всего пока сложно определить. Что нравится, что нет. Почему? Ну, я из маленького города прилетела. Слишком много людей. Масштаб. Ну, пока еще сложно определиться совсем. А ваши отношения как определишь? 27 дней он считает. У вас дома календарь какой-то? Нет. Заводки делаем над кроватью. 27 уже. Ты меня пугаешь. Ты каждый день встаешь, чтобы еще один день. Да, да. Да, так делаю. А чем вы занимались, Настя, в Иркутске? Линейный продюсер. О, вы что-то линейный продюсер. Что вы сняли? Вы что-то сняли? Долго рассказывать. Парнух какой-то? Реклама для Китая. Что за реклама? Наушники, электронные сигареты. Для Китая? Термометры, да. Вы продаете китайцам их же хуйню? Снимаем рекламные ролики. А здесь чем вы будете заниматься сейчас? Пока не знаю. Ну, примерно. 27 дней. У вас не было времени подумать? Хочу еще подумать. Сколько вам надо времени? Ну, недельку, две еще точно. Не, потом позвонить вам. Мы ждем, что он появится, ты там решение будешь принимать. Мы все ждать будем? Я отвечать буду. Вот это что сказать? Да, говори с ним. Я не буду с ним говорить. У тебя планы на будущее какие? Слушай, да, грандиозные. Проектов много. Мы много чего делаем сейчас, строим. И в планах хочется переехать из России куда-нибудь еще. Я в Москве пожил пять лет, и хочется еще где-нибудь пожить. Я, в принципе, много где по России пожил. Ты хочешь переехать? Слушай, ну, хочется к океану годик почилить там. К какому океану? Да, похер, если честно. Чтоб тепло было, океан. В Бурманский бани там уже где-то. Там же где-то океан. Северный там. Не, ну теплый, теплый. Понятно, что теплый. Теплый? Ну, конечно. Когда уезжаешь? Пока еще не собирался. А сейчас как будто собирался, говорю. Нет, хочется. Это как бы планы. Но сейчас много работы для того, чтобы годика через полтора, может быть, два. Удачи тебе. Давайте поаплодируем. Удачи тебе. Вот, ребята, мы сняли новый выпуск в Москве. Вам понравилось? Напишите в комментариях, есть ли девственники среди вас. Напишите, в каком возрасте вы потеряли девственность, если вы потеряли ее. Я просто в ахуе. Напишите как можно больше комментариев, делайте репост этого видео. И обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Там можно напрямую со мной общаться. Туда выкладываю что-то порой, то, что никуда не выкладываю. Самое главное, не забудьте что сделать? Подпишись, блядь! Это было Бу-шоу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.